Сразу в нескольких районах Красноярска начнется снос незаконно установленных павильонов. Масштабную проверку документов предприниматели начали управляющие компании города. Какие павильоны снесут, знает Алена Крашененникова, она сейчас находится возле одного из таких сооружений. Алена, сколько всего павильонов в списке и как он будет пополняться? Даша, ну по снос попали действительно павильоны в разных районах города и уже в списке на снос, время сооружений. Я добавлю, что это сооружение именно на придомовых территориях, поэтому этим занимается управляющая компания. Уже 8 павильонов. Мы сейчас находимся возле одного из них. Это адрес Новосибирская, 41. Вот за мной как раз находится один из павильонов, который будут сносить. И как видно, он уже не работает, он готовится к сносу. И он находится прямо на придомовой территории, буквально в 10 метрах от дома. Ну вот, этот павильон будет сноситься по решению суда. Такую же судьбу ожидают еще 7 павильонов. Вы сейчас их адреса увидите на экране, я их сейчас озвучу. Это павильон на улице Яковлева, 25 овощей, фрукты. Вот этот павильон на Новосибирской, 41. Павильон на улице Симафорная, 17. Это магазин Прибой. Магазин на улице Судостроительная, 95, без названия. Сразу три павильона по паре под снос на улице Воронова, 18 В. Это павильон овощей, фрукты, ремонт обуви и павильон без названия. Ну и последний адрес. Это Новгородская, 6, павильон, ремонт обуви. Алена, а при каких условиях павильон могут снести? Что нужно сделать? Куда обращаться? До таких условий три. Первое, это, конечно, отсутствие документов у владельца павильона на его установку на придомовой территории. Второе, это на нарушение предпринимательской деятельности, то есть в том числе нарушение запрет на продажу алкоголя, а также санитарных и противопожарных норм. Ну и третье, это обращение самих жильцов, то есть жалобы на павильон и обращение для того, чтобы павильон с их придомовой территории убрали. Вот, кстати, последние жильцы, как говорят, нам сегодня сказали в жилфонде, они обычно лояльно относятся к таким конструкциям на свои придомовой территории, а зря, потому что это дополнительная выгода, если павильон на их территории правильный, всем документам оформлен. Давайте послушаем, почему. Распоряжаться по домуовой территории могут только жители, и они могут ее сдавать, например, в аренду этому предпринимателю и получать арендную плату на счет своего дома. А это текущее испопление на счете дома, которое жители могут потратить по своему усмотрению. И, соответственно, мы и по жителям говорим, что вот смотрите, у вас есть павильон, который стоит на поддомовой территории, он незаконный, мы с этим предпринимателем работаем, чтобы он узакомнил эти отношения. И тогда уже жители понимают. Наша задача еще и объяснить, что вашу территорию занимают, и вы можете сдавать ее на всех законных основаниях в аренду. А я добавлю, что штраф за незаконную установку павильона для владельцев таких временных конструкций около 200 тысяч рублей. Ну а список адресовок, как нам сегодня сказали, управляющей компании еще будет пополняться. Если вы знаете, что павильон на вашей домовой территории установлен незаконный, или просто хотите проверить наличие документов у его владельца, вы можете позвонить в свою управляющую компанию. Номер своей управляющей компании можно найти на платежках, которые вам приходят ежемесячно. Ну а я добавлю, что сегодня в фонде нам пояснили, что масштабную проверку пока проводят только там, но тем не менее на все обращения жителей в любой управляющей компании должны реагировать. На этом все. Даша. Даша.